Всем привет, дорогие друзья, с вами Сараж Кудубов. Сегодня я хочу поговорить о том, как правильно делать коммерческое предложение. Как его сделать так, чтобы на него отреагировали, естественно, и вам ответят. Я уверен, многие из вас бомбят коммерческими предложениями. Там, конторы, ни ответа, ни привета, нет. Никак не реагируют на ваши предложения. А знаете почему? Потому что вы не уникальные, вы делаете все то же самое, что и остальные. Сейчас давайте просто покажу вам случай, когда в предложении было такое, на которое я ответил. Обычно я не отвечаю на десятки этих коммерческих предложений. Можете посмотреть, сейчас вставлю скрины. Но на это предложение я ответил. Итак, вот оно перед вами. Посмотрите и сейчас немножко поговорим. Чем это предложение меня зацепило и вынудило, скажем так, вступить в диалог с дизайнером? Тем, что это предложение учитывает мои интересы. Не интересы дизайнера, а мои интересы. Он сделал уже работу. Пусть она там несовершенна, пусть не идеальна, но он уже показал, что он работает в моих интересах. Он готов сделать бесплатно для меня. Показал, как это все будет выглядеть, потому что остальные до него, молодые люди, делали все, чтобы показать, какой он классный. Что вот мои работы, раз, два, три, четыре, пять. Могу и вам сделать в таком же ключе, я крут, обращайтесь. Не, ребят, так это не делают. Во-первых, я не знаю, твои ли это работа. Ты мог сделать скрин этих превьюшек условно и выдать за свои такси ситуации. А тут человек уже сделал для меня превьюшку. То есть он показал ценность, что вот, как бы я видел вот эту превьюшку, я ее нарисовал тебе. Он не просит ни денег, ни обращайтесь. Или знаете, как некоторые тоже пишут. Если заинтересовал мое предложение, далее я вышлю ценовое предложение. Этим стараются зацепить. Но не так цеплять надо. Цеплять нужно вот так. Вот, вот он товар. Я предлагаю его купить. Понятно, что не идеальная была эта превьюшка, но мне понравился подход. Я вступил в диалог с этим парнем. И он потом, по моим рекомендациям, доработал превьюшку. То есть у меня уже в мозгу отложилось, что если его обучить, этого парня, эти работы мне в принципе подойдут. Если мне самому будет лень делать превьюшки, я все превьюшки делаю сам. Ничего сложного в этом нет. В моих превьюшках, они простые. Если я буду выходить на какой-то другой уровень и превьюшки захочу более современно, дизайнерские, то я, может быть, воспользуюсь услугами дизайнеров. Но я просто хочу вам показать, вот как нужно делать предложение. Как заинтересовать человека. Как сделать так, чтобы у вас покупали. И уже он прошел этот отсев. Авторюсь, если у меня будет необходимо сделать превьюшку, я обращусь к нему первому. Потому что я увидел, как он работает. В принципе, и я понимаю, что он будет все делать грамотно. Ему там направить, подсказать и все. И на выходе я имею красивую превьюшку. Все.